друзья всем привет только шо хочу хотим вам показать фортуна только что творонула чудеса а ну она прям земли до зайка помаши друзья катя сейчас не хочет сниматься вот видите я ее не снимаю ноги на наши девочка друзья а нас переживу артисты не не хочет артистка на бочку залазила да гаврюша у котов в тарелке что-то нашли именно опа на бочку залезла именно надо так она залазит но она друзья она молодец она кушает хорошо эти уже может она слабо как бы пьет потому что эти уже не хотят а она еще как бы пьет набегались а и подогреваем друзья все пьют кушают козлятки артисты такие маленькие друзья еще как бы писали вот видите они пьют уже все нормально это самый легкий способ ну как бы и не такой как бы мучительный для человека за этого я их и не называю баранами потому что уже как бы да а бутылочки неудобно ну как бы друзья да да а помни что-то соску с вообще съел да по-моему проглотил лишь они жевать кто-то снял и начал жевать как жевательную резину проще всего потому что сейчас они по кусту я сразу помою а так если куда-то ставить это неудобно да да фортуна иди пей козлевичи молодец она на пружинах гляньте толкает толкает все уже по наедались и толкают балуется друзья ну пускай котя докормлют я хочу показать ночью и шел ливеняка я смотрел думаю елки-палки его а по погоднику я говорю знаете как рюкать бы хоть бы совесть имели поставили хотя бы во время дождя что будет дождь не нету дождя пишут короче я как и психанул говорю удали у меня чтобы его не было чтобы я не расстраивался но я то не расстраиваюсь дождю как бы дождь это отлично все пополивал отлично великолепно сейчас растения прямо рассветут на глазах и огород гляньте как позаливал все трава у меня тут оставалось но я сегодня им веники повяжу нормально все и люцерочка сейчас пойдет все все пойдет и у меня кстати и там люцерочка я думаю пойдет тоже покажу ух ты блин елки-палки и так кукуруза не вся повсходила гляньте ураган какой ого ящик аж ящики у меня здесь были аж сюда его затолкнул но я наверно сейчас не буду идти сейчас не пролезу я в огород ой да проваливается гляньте как вот эту кукурузу жалко ладно пройду сейчас аккуратно кукурузка елки-палки что ж ты так упала вот и это поподнималась повалила ее гляньте как а и вон у тети Жени тоже короче весело ну а так в принципе все нормально розочка друзья гляньте распускается и та распускается ну короче цветочки растут ого друзья гляньте хочу показать гляньте как это блин вода там выкопала аж яму гляньте друзья как этот клубника повставала прямо поподнималась хоть поливал еще в принципе есть кушать мы кушаем вот гляньте какая красивая уже сейчас сейчас она вообще сладкая стала хорошая рассадимся будет у нас клубничка ну и люцерочка сейчас все пойдет после дождичка все встанет на ноги она и так в принципе не сильно лежала ну вот эти вот прям мне аж нравятся такие стали прям пышные на глазах прям растут друзья кстати еще хочу показать пока был здесь вот это сено тоже я не прибрал раскидал думаю пускай высохнет по поводу клевера клевер я уже может кто то не понял я уже раз его скосил он уже второй раз начал расти здесь посажена суданка но та первая которую я садил что думал что она пропала вон она а вторая посажена что то она не всходит вот где то она до сюда тут кабачки посажены вон они тоже посходили их поливал ну это именно нам пожарить там пару штук а так я не знаю жду траву я думаю может после дождя полезет суданка а на следующий год вот этот и тот кусок друзья засажу травой ну хочу хочу вот там вот там посадить клевер так что такие вот дела грушки ну груш нету ничего нету никаких ни яблок ни фруктов ничего не не взошло вон подсолнухи там вон посадили и тоже посадили в сухую землю они начали расти я не знаю сейчас и сейчас наверное после дождя прямо на глазах будут уже по колено ну сыпят наверное что то же сыпят ну в землю так что такие дела так что клевер растет все нормально и даже вот там вот где в середине плохо взошел я думаю уже на следующий год да даже в этом году он сейчас быстро поднимается сейчас я хочу показать точно так и здесь же должно было быть ну так оно наверное здесь не будет на следующий год вот если я даже какой-то вон бурьян будет я его скашу ну по сезону заберу затюкую здесь уже будет большая люцерка и уже второй раз она задавит весь бурьян короче будет одна люцерка так что такие дела а пойдемте же покажу пока навоз сыплю сюда хочу кинуть сюда в этом году ну суданка это же однолетняя трава я потом кину навоз сюда перепахаю опять и посажу траву и там и здесь вот в середине здесь плохо она изначально взошла ну я думаю там 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 есть она вырастет сейчас бурьян видите бурьян не успевает за ней расти то есть такая благородная трава она быстрее растет и все и задавит и будет мне даже я помню в прошлом году писали о ты неправильно делаешь не так это будет ну короче все нормально друзья я думаю что как всегда говорю что надо пробовать тогда по-любому что-то получится да зайка все зайка шапку сняла теперь здесь можно полила этим удобрением а розочку угу ну а ты видела как она рассыла да а там ты видел какие красивые не сейчас друзья я вам так и не показывал пойдемте еще вчера сейчас друзья гляньте какие розочки красивые они и не и не красные и не как сказать и не розовый такой средний какой-то то ли оранжевый вот и вот будут ну пока наверное в этом году или надо делать наверное да зай я сделал у меня проволока есть вот так вот две проволоки я вообще очень рада только в этом году посадили эта розочка вообще да вообще мне тоже так нравится эта плетучая будет и будет в дальнейшем и так арка будет и мы в том году садили плетистые такие и помнишь маленькие были а эти прям такие да вообще классные я очень рада и стоит она там покупала то ли 110 то ли 120 я думаю это не дорого для такой розы нет глянь тут будет красота и вот эти мои любимые цветочки да я их поливаю а те взошли только 3 штуки да по моему зай а эти больше не взошли да гладиолусы хотя я один откапывала смотрела у него есть там этот корень да не корень а как оно росток да росток есть ну может сейчас после дождя друзья гляньте сейчас покажу и огурцы вот здесь на куче мне вообще нравится гляньте как растет а говорят что знаете как это говорят раньше от свиного навоза плохое удобрение гляньте прямо на навозе растет ну правда здесь не только свиной здесь и козий и куриный короче весь подряд микс микс такой будет ну в этом году я планирую тоже эту кучу раскидать по всем огородам ну пока буду собирать до осени а потом вывезу сейчас мотоблок есть на прицепчик нагрузил джик 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 везде по раскидаю и сюда буду опять кидать и в прошлом году сюда навоза кидал ну перегноя и еще кину сюда правда немного буду кидать но тоже кину точно ну давай осенью купим или весной посмотри лучше осенью говорят лучше осенью да ну за этот заборчик и так уже надо скоро менять о друзья кстати видите я выходил из положения сначала светок сделал заборчик такой он тоже до сих пор служит уже я думаю потому что если другие цветы какие-то ты скашиваешь да будет красиво да коротко друзья начистил кукурузки только что сейчас поубираю тут наверное ну да надо будет подзаметать проход до бочки сделал ну потихонечку берем кукурузку все нормально кстати у меня там спрашивали ну не горит так она в кочанах друзья у меня даже была сырая я вот так кидал и ничего не случилось и здесь кстати тоже в начале в самом низу она такая эм ну влажноватая была но все нормально вот одну бочку вторую и надробил сейчас уже наколотил чтобы молот но походу сейчас сказали выключать свет и аж до 10 вечера я еще пока не буду включать Ну, чтобы потом не вычищать. Если через полчасика не выключат, тогда уже включу. И, друзья, давно я хотел купить такую сетку, потому что машина на улице стоит, и чтобы хотя бы тень на нее падала. Как раз от того сарая и до вот этого накрытя сейчас хочу натянуть сетку. Ну, чтобы она будет все равно, но тенечек небольшой от солнца немножечко будет защищать. Это я взял шестерку, там еще плотнее есть. Ну, я подумал, что достаточно это чисто так, чтобы символически было. Сейчас хочу поставить, друзья. Друзья, я решил перекурить немножечко, ну, потому что сейчас часа полтора или два чистил кукурузу. И залез в погреб, достал квас. Гляньте, какая красота. Такой розовенький, как в компоте, гляньте. Мути нету никакой. Ну, там изюм. И потом же, я же говорил, кинул от клубничка. А ну-ка. Бутылочку я сполоснул, потому что там в яме, гляньте, ползают, как их, лягушки. Так, а ну-ка. Ой, не открывается оно. О-о-о. Он, когда немножко дольше постоит, вот так вырывается наружу. Но этот, этот еще не так оно. О-о-о. Все. Все, видите? Отлично. Как клубничка. Как клубничный какой-то сиропчик. Освежающий. Друзья. Ой. Я думал, клещ. Фух, аж испугался. Володенька. Я думал, что у тебя клещ. Думал, откуда они вот тут-то? У тебя. Так, друзья. Подцепил я сетку, но не такой эффект, как я ожидал. Ну, посмотрю несколько дней, как она будет работать. Если что, туда, до курей. Поставлю. Или вот сюда до уток. Утки сильно прячутся. Да, можно будет от сарая вот так вот. От сарая. Вот. И вот сюда можно будет спокойно до вот этого вот брусочка. И тут от сарая. Да, как раз его хватит. И будет им тут тенечек. Потому что, когда жарко, посмотрю. Да, если что, сделаю. Ну, уже купил, уже назад не отвезу. Посмотрим. Так что, такие дела. А сейчас, друзья, я здесь сено уже перевернул. Пока свет так и не выключили, слава богу. Я думаю, уже и не выключат. Володе дал черешню. Вон, гляньте. Я только что кушал, кинул ему пару штучек. А, вон одна лежит. А вон вторая вот тут. Вон она. Ах и Володя. И берет же же постоянно. Я думал, съедает первую. Вот ту. Вот ту я думал, что он съел. Вон она. Ах ты артист. И, друзья, сено здесь перевернул. Ветерок начал, солнышко. Сейчас поеду на ферме, все сено крутану. Вот так, слегонца подниму его. И я сегодня утром уже был, крутил его. И сейчас на вечер еще тоже круто. Но я думаю, завтра после обеда уже можно будет тюковать. Ну, а если нет, то посезавтра. Посмотрим, друзья. У меня, в принципе, все готово. А потом уже займусь сейчас здесь уберу. Вот это сено, все, короче. Ну, я только что ходил, вот эта люцерка думает, пока я это сено все закончу, уже туда-сюда и это через две недели придется косить. Ну, ничего. Главное, сено заготовить. А то все будет ерунда. Друзья, Катя уже управляется. Я только приехал, потому что думал вот это, что не крутил сено. Не надо трогать. Сегодня вот это вечером поехал, поднял, а оно уже где большая трава, в некоторых местах такой запах. Ну, вот-вот начнет преть. Короче, пришлось мне полностью все там загребать. Время полдевятого, я только приехал. Ну, сейчас накосил уже травы. Тут рядом дал свиньям, козочкам. Сено дал этот, он уже тоже подсох, завтра уже будет сухой. Ячмин. Ну, короче, занимаемся, друзья. Все. Кошечки кушай. А, ты им дала с макарончиками, да? Да. Мои любимые макарончики. Подливка это. Моя любимая еда, друзья, макароны с подливой. Обожаю, не знаю. Ну, короче, Качек она готовит, я кушаю и прямо получаю удовольствие. Ой, аж слюги потекли. Нема уже там, да? Макаронов с подливкой. Ну, были макароны, я уже высыпала. Сегодня другое уже будет. Да, я знаю, я знаю. Котики тоже покрыли. Я просто еще, друзья, голодный и из-за этого, как сказать, хочется про еду поговорить. Так, сегодня пумба. Здесь, кстати, друзья, курочку, вот эту, видите, она ходит, гуляет, туда-сюда. Сама, ты видела, сама сегодня сюда зашла. Сидел. А, ты приносила ее, да? Принесла, но, потому что она сама. Она сама, да, ухо, я знаю, она ходит уже полным ходом. Ну, а так, друзья, козлята ждут, жасминку в самую последнюю очередь будем доить. Ну, и уже будем заканчивать на сегодня. Да, артисты? Большие такие растут прямо на глазах. Ой, да? Глаза у них, как у больших коз. Ого, нижние зубы уже выросли. Ого, у них зубы уже. А ну, покажи зубы. Артисты. Зубы покажи, Гаврюша. Фортуна, а ну ты. О, зубы уже. Уже-то они с зубами не родились, я не помню, не видел. по-моему, не было зубов. А может, уже и были зубы. Так, сено у них есть? Есть. Они покушали сено немножечко. Завтра привезу свежего сена. гаврюша, 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 гаврюша. Мы не кушаем. гаврюша. Поэтому мы будем продавать. Тем более козел будет хороший. Он будет, наверное, даже крупнее, чем папка. Кстати, друзья, вспомнил, услышал вот тут звук. Я извиняюсь, что это крестка. Я, короче, когда приехал и реально увидел вот таких маленьких фазанов, штук 10. Она большая, эта фазаниха, сидела на дереве. На шалковице. Кстати, там шалковица черная такая. Но дерево уже большое, такое не пересажу. И этот. И они вот так шух, уже такие маленькие летают. Поэтому надо им, наверное, тут клетку делать, потому что они сразу могут улететь, наверное. А ну, нема? Подожди. Подожди, дай глянуть. Нет. Еще нема. А ну, не проклюнуло вас никто. Нет. На, 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 отдал, отдал, отдал. Все. Скоро и у нас будут фазанята. Самцов много. Там еще увидел пацана. Ну, он тоже косят с другой стороны. Говорит, я там, где я скосил, уже и сено пособирал. Говорит, сегодня вечером или вчера. Вчера вечером, он говорит, пять штук больших этих самцов бегало вот тут. Но оно, сейчас же трава большая, им тяжело, а здесь спокойно можно ходить, они там гуляют. Ну, короче, я поразился. Такие маленькие летают так шустро. Но они не то, что там, знаете, жижки улетели, так, прыгнул, и вот так, шик, полетел метров 30. Приземлились. По двое. Они, короче, разошлись. Если там были два петуха, короче, видать, они уже вылупливаются. Походу, и здесь скоро будут цыплята. Надо будет на днях еще просветим. Посмотрим, что там с фазанами нашими. И надо будет им делать клетку полностью. Загораживать, наверное, 2,5 на 2,5. С проволоки, с шестерки сварю каркас. Ну, выгну. И прикручу сетка, чтобы была, чтобы они никуда не делись, эти артисты. Так что, такие дела. Все, друзья. Вот так вот то сделали, это сделали. Класс, и день пролетел. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok